В литературе есть литературные агенты, в любого рода бизнес-проектах есть прежде информагенты и только затем региональные менеджеры. Если вы пожаловали из зоны Евросоюза в Украину, то вам не менее 2000 баксов надо платить только толковым информационным агентам. Но их нынче нет. Богатые буратины бегут с Украины далеко не мартовскими зайцами, прочие прячут деньги подальше от глаз. Даже нынешний моложавый спикер в РУ патологически не доверяет украинским банкам и, согласно декларации, держит 850 тысяч гривен у себя под матрацем. Феерические идиоты, они будто не знают о тухлой природе украинских национальных денег. Ведь годами не работая кубышки проседают. А того наши олигархи очень тухло ценятся на западных биржах. Их столь же тухлые, как и они сами, актива на деле не стоит и десятой части предъявы. И вот такие верительные информативы нынешней Украины хоть реально подгребают собой стебную кучку этих феерических идиотов. Простите, термин не мой. Так их нынче зовут на равных в сетевых и оффлайновых СМИ. За таких впредь голосовать это слыть кармическим опущенциям. Вам по этому поводу дать развернутую публикацию с интервью. Всегда, пожалуйста, но гонорарно. Иначе, увы и ах, смотрю на некоторых людей, да, роняли их аисты. Ох и роняли. Но иных вроде бы нет, просто они по жизни такие. Из тех некоторых, которых кукушки подбрасывали. Ну, правильно, кукушки подбрасывали в гнезда аистов, а те, в свою очередь, их роняли, как выродков. Хоть и стоит называть это цинизмом, но стоит ли не замечать подобную инициацию от рождения. Родился, удивился. Как поступать с теми, кто делает зло? Только так же, по их собственному разумению. Кнут Фрайтек, Дания. А знаете, я вот подумал, что все эти дебилы и подебильные зачем-то непременно строили вертикаль власти. Но сегодня в моду ворвался уже новообразный, но традиционно мерзкий компьютерный стёб, он же электронный буллинг. Если вы допускаете подобный финт, то вы уже не политики, вы шавки, и с таким скотством консолидироваться ни с кем из вас не стану. Снежки в голову, пересмешки, надписи на школьной доске. Так начинали свое баловство интернатовские антисемиты. А в седьмом классе меня чуть не запытали на смерть. Подобное грязное черносотенное мразное быдло это уже не народная оппозиция. Должны ли в любом цивилизованном гражданском обществе оставаться некие защищенные статьи политического стёба? Ведь это поднимет и подомнёт под себя окрестное быдло. Да ещё как. И только на разрушение всеукраинского мира. Думайте, идеологи хреновы. Вы же стремитесь взять власть. Интересно, зачем и для кого? И тут же со всех информщелей понеслось. Вы мне угрожаете, Веля. У вас кроме болезненных воспоминаний ещё что-нибудь есть сказать, Веля. В вашем потоке сознания невозможно разобраться. Бред какой-то в вашем сознании, Веля. Ну что же. Бред, так бред, я вырос в интернате, и точно знаю, что из ваших деток жертв не получится никогда. Но вот в том, что они не станут всяческими наказателями, как чернобыльский педагог и старый интернатовец, я просто не уверен. Вспомните моё слово лет через десять. Срываться не надо, всегда надо искать истоки того или иного негодования. Сам же никогда не стану голосовать персонально за любого ФБ-пересмешника и подначивателя, и только. Прочее мне неинтересно. А вот политикам позиция народного писателя должна бы быть не только понятна, но и служить предупреждением. Время, когда хорошие поэты становятся плохими национальными озлобленциями, затравленные представители этноменьшинств объявляют себя космополитами и гомосексуалистами, просто отвратно. Это Запад подарил нам 10% населения с гомосексуальным ориентированием, при естественном фоне в стойке и 3%, говорит только о пораженческих этнических корнях немцев и французов, со времени Столетней войны, немцев, после поражения в двух мировых бойнях, украинцев в силу затравленности их естественной полиэтничности. И тут на меня снова насели, веля, а махровый антиукраинизм точно так же продуцируется те же 400 лет, и не удивлюсь, если и вы к этому руку прилагаете по мере возможности. А то, что вчерашний Депердюк, он же Депардье, потомок Казачева-атамана под Дюнкерком не встал на сторону Украины, так и такое бывает. А сам я в советские времена был ярым поборником идеи мирового сионизма. И старшая дочь моя, и обе внучки мои, и внук сегодня живут в Израиле. Помню ржавую селедку, цими с детства моего, к ней пюре картошки тонко, две-три ложечки всего, жидкий чай на сахарине, стылый холод кипятка, вот такие именины, вот так детство голь река, этой ночью мне прислали, и чавычи, и киты, и лосося, и нарвала, и китовые баструмы. Мне-то ровно две-три тонны, бру-то ровно килограмм, и вино слеза Мадонны, пей, покуда стихнет гам, вот и пью, слеза стекает, на шершавое лицо, как я прожил жизнь, не знаю, но держался молодцом, и теперь мне жрать прислали, сплошь во снах жратва, дурдом, мне медаль куда же дали, из тумана, как фантом.